Создав три края на территории Казахстана, Никита Хрущев вовсе не собирался на этом успокаиваться. Осенью 1962 года, во время поездки в Туркмению его охватила новая идея Фикс. В Ашхабаде Хрущев заявил, нам, видимо, необходимо объединить силы Республик Средней Азии по добыче нефти и, конечно, Туркменистан должен занимать в этом деле ведущее место. Нефтяные хозяйства имеются и в Казахстане, они примыкают к границам Туркменистана. Зачем иметь отдельное управление по добыче нефти в Казахстане, если такое же управление имеется в Туркмении? По-моему, стоит их объединить, сосредоточить в одних руках и материальные, и людские ресурсы. Так будет лучше. В 1962 году в Москве состоялось закрытое объединенное заседание Президиума Верховного Совета и Совета Министров Советского Союза, которое обсуждало передачу Мангашлака. Тогдашний глава Казахстана Динмухамед Ахметович Кунаев направил на заседание своего молодого министра геологии Шахмардана Есенова. Шахмардан Есенов пользовался огромным авторитетом и доверием у союзного руководства, научной и государственной элиты за талант, харизму, интеллигентность и высочайший профессионализм. Этот вопрос обсуждался на закрытом объединенном заседании Президиума Верховного Совета и Совета Министров Советского Союза. После вступительного слова Хрущева выступил министр геологии Казахстана Шахмардан Есенов. Он очень четко и аргументированно обосновал необходимость оставить Мангашлакский регион в составе Казахстана, что у Казахстана хватит научного и производственного потенциала развивать и осваивать этот регион, что ресурсы этого региона равны пяти Баку и так далее. Первый заместитель председателя Совета Министров Советского Союза Алексей Косыгин поддержал Шахмардана Есенова, как и большинство присутствовавших, убежденных презентацией Есенова и проголосовавших за сохранение статус Мангашлака. Это решение было не просто историческим, сохранив для Казахстана важнейшую его часть. Благодаря Кунаеву и Есенову Мангашлак остался в составе Казахстана. Но если бы Мангашлак передали Туркмении, дальнейшее нетрудно было бы спрогнозировать. Достаточно хоть немного представлять себе местных казахов рода Адай, которые упорнее всех остальных сопротивлялись любой власти, пытавшейся поставить их под свою юрисдикцию и ограничить своими законами. Об этом говорят их многочисленные восстания и волнения, как во времена империи, так и в эпоху Советского Союза. Но в данном случае нельзя пройти мимо еще одного важного и характерного момента их истории, а именно отношений с туркменами, которыми пронизано прошлое полуострова. Не случайно именно туркмены занимают в здешних легендах и преданиях место, которое отводится во всем остальном Казахстане джунгарам. Сегодняшний Мангашлак весь переполнен памятью и памятниками непримиримой и многовековой борьбы с туркменами за эту суровую и прекрасную землю. То, что в результате полуостров, оказался за Адайцами – архиважный момент в исторической самооценке и самосознании местного населения. Если бы Мангашлак все-таки оказался торгнутым от Казахстана, то местные жители не смирились бы с этим никогда.